Ну что, Chromebook от Acer. Acer Chromebook 314. Вот такой вот! Испугались, я сам чуть не... Вообще-то мы на украинском. На русском. Acer Chromebook. Это Acer Chromebook 314. Честно говоря, раньше я как-то к Chromebook относился не очень, потому что имя с ними дело достаточно давно. Но по прошествии этих всех лет я посмотрел, чего достигли вообще в строительстве этих самых Chromebook в их возможностях. Я был, честно говоря, удивлен. Теперь это по-настоящему рабочие, классные ноутбуки. Долгоиграющие ноутбуки, у которых приоритет автономность часов 10 с половиной. Ну, в данном случае, вот этот вот Acer Chromebook 314 заявлено. 10 часов обеспечивается достаточно хорошим сочетанием самой операционной системы, Chrome OS и Plus компонентами. В частности, этот ноутбук. Или Chromebook. Как их правильно называть? Ноутбук, Chromebook, либо ноутбук на базе Chrome OS. Но, короче, неважно. Именно здесь у нас стоит процессор Intel N100, хотя есть и Chromebook Plus и тому подобное. Обо всем чуть-чуть попозже расскажу. Но здесь у нас стоит 8 гигабайт LPDDR5, у нас стоит 128 GMC. Кто скажет, что это мало, заплюйте мне глаза, потому что здесь ставятся приложения из Google Play Store. Да, они оптимизированы. Работа с документами, работа с соцсетями, работа даже с какими-то нетяжелыми видео, с темплейтами из Adobe Premiere Express. Не Adobe Premiere Express, прошу прощения. Из Adobe Express. Там такое приложение прикольное есть, тоже его покажу. Что мы сегодня с вами увидим? Мы сегодня с вами, показывай. Мы сегодня с вами увидим вот такой вот хрумбучек, который действительно прикольный. Мы сейчас его распакуем. Он яркий, яркий, 14-дюймовый Full HD экранчик. Вот такие вот кнопочки, у нас все разработано, все, конечно, сделано не как у виндовых ноутбуков. Кстати, здесь DTS есть звук. Кстати, звук очень неплохой. И смотри, какой яркий экран. Смотри, обыкновенная IPS-ка. Смотри, углы. Пожалуйста. Ну, у нас под эти попадают. А ну, давай здесь у нас осветители попадают. Но углы прикольные. Вы еще на проходочках это все увидите. Неплохо, неплохо. Короче, я предлагаю сейчас пойти на распаковочку и потом с вами потестировать его и сделать какие-то выводы, насколько этот хромбук и вообще хромос нам интересен. А стоит такой ноутбук, вернее, хромбук на текущий момент. Это конкретно Acer Chromebook CB314-4H 16400 гривен. Неплохо, неплохо заявленных 10 часов, хотя 11 заявленных на самом-то деле. Часов работы батареи 14 дюймов, 1920 на 1080, IPS 60 Гц, матовый на Intel N100, 3,4 ГГц. Это базовая частота, EMMC и объем EMMC диска 128 ГБ, конечно же 8 ГБ, LPDDR4 с частотой 4266. Модуль Wi-Fi у нас Wi-Fi 6, конечно же USB 3.1, 3.2 Type-A 2 штучки, 3.1, 3.2 Type-C тоже 2 штучки, 2 динамика. Но это мы все уже поняли. И 50 Вт часов батарея, кстати, трех ячеистая. И что самое интересное, действительно ее надолго хватает. Вот так вот хорошо поработали именно над операционкой Chromebook, да еще и сам по себе процессор энергоэффективный. У Acer есть шикарнейшая статья про Chromebook. И что такое Chromebook? Почему он интересен? Потому что это операционная система. Ну я вам и так могу сказать, что это операционная система для ноутбуков, которая делает их просто, именно простыми, быстрыми, хорошими для работы, даже для развлечений. И можно использовать огромное количество программ из Google Play Store. Кстати, он абсолютно безопасный. Вирус ничего вы никакой не подцепите. Здесь есть разные модельки, разные модификации, которые выпускаются сейчас Acer Notebook. И здесь можно, знаете как, здесь можно внизу попроклацывать. Вот видите, они там дальше идут. Ну я чуть-чуть сейчас масштаб сделаю меньше. Смотрите. Вот здесь можно пропроклацывать, сколько разных ноутбуков на текущий момент есть именно на Chrome. Есть, например, Chromebook Spin 314, у которого разворачивается, видите, в такой книжный вариант, очень классная тема. Ну это вот наш вариант Chromebook 314, который на текущий момент мы обозреваем 315 из 12,5 часов батареи. Кстати, а есть Chromebook Plus. О, Chromebook Plus это, кстати, тема. Чем отличается Chromebook Plus? Большей памятью, большим хранилищем, более интересные экраны и процы пошустрее. Объясню. Смотрите, тут есть тоже модельки Chromebook Plus, которые они в основном на AMD. И в чем разница между Chromebook и Chromebook Plus? Смотрите, у Chromebook Plus чуть-чуть мощнее процы на AMD Ryzen, ну или Core i5, да, там или Core i3, или AMD Ryzen уже помощнее. Здесь только у нас Intel Core Celeron и Pentium в простом Chromebook. В Chromebook Plus есть еще и Google и Adobe, а здесь у нас практически только Google, ну и Adobe частично. То есть, там дополнительные приложения можно ставить. У нас есть, допустим, онлайн Google Drive для Chromebook простого и офлайн и онлайн для Google Drive на Плюсе. И то же самое редактирование фото и видео, если брать, допустим, стандартные методы Google Photo, то тут мы работаем с обыкновенным Google Photos, а здесь мы еще работаем с Magic Eraser и различными фишками из искусственного интеллекта. То же самое и проведение видеоконференции. В Плюсе будет использоваться еще и 1080p веб-камера с искусственным интеллектом. Отличная штука, советую почитать саму статью. Ссылки на ноутбук на проверенных продавцов лежат в описании под видео на Chromebook. Ну и давайте переходим дальше. Ну что, откроем с вами Chromebook. Всегда мечтал получить Chromebook. Этот на Intel. Сразу зарядка. Давайте смотреть. Вот знаете, что самое интересное? Так как Chromebook у нас с пониженным энергопотреблением и блок питания здесь есть не таким мощным, как на больших ноутах. А ну, Лиса, прочитай, сколько у нас. И это у нас, по сути, ультрик, так, 65 ватт у нас зарядничек на Type-C. То есть это говорит о том, что данный ноутбук можно заряжать универсальными зарядками, а можно еще и заряжать, знаете, от чего? От пауэрбанков, от 65 ватт. Правильно, Лиса? Мы уже с тобой это постоянно так делали, поэтому... Оу! Легкий, легкий. Сразу видим логотипчик Chromebook. Симпатично. Симпатично, да, Лиса? Сразу глаза засверкали. Так, смотрите, что у нас здесь. Так, смотрите. На что он вообще тебе похож? Ну, он очень похож на ноутбук. На ноутбук. Все понятно. Сразу видим колоночки. Очень удобная, короткоходная клавиатурка. Оу, смотри, он включился. Он включился, сразу включился. У нас есть, само собой, тачпадик. Все рабочее. У нас вот такая вот клавиатура, именно в этом Chromebook 314 от Acer. У нас закрываемая камера. Это вот для тех, кто там про свою безопасность переживает. Сильно поняли? Открыто, закрыто. Очень удобно, очень удобно. По портам. USB 3, Type-C, замочек Кенсингтона. Здесь у нас USB 3, карт-ридер на microSD для наушника. Вернее, тут для гарнитуры. И еще одна Type-C. Прикольно, слушайте, а? Ну, вообще топ. Надо еще понимать, это Thunderbolt. Можно ли сюда подключить дополнительный монитор? Но это мы уже с вами выясним потом на обзоре, да? Ну, для меня это вот первое мое знакомство с таким вот Chromebook. Ну, сейчас попробуем. Давай спорить. Ну, давай спорить. Давай. Сколько ты платишь мне, если я подключу сюда монитор? Все? Я так и понял. На этом спор закончен, товарищи. На этом моя же ставка. Все, переходим, тестируем. Вот мы с вами вышли на рабочий стол. И вы сразу видите Google Play. Да, в Google Play можно установить практически все приложения, которые можно установить на смартфон. Я устанавливал разные приложения. В PUBG тоже можно побегать. Вернее, в танчики можно поиграть. В PUBG попробовать побегать. Но, тут вопрос с ремаппингом. То есть, у нас работают только кнопки и могут, в принципе, вас спасти такие игры по типу, там, Worms.io, да? Там, которые, там, все играют. Вот она, червячная зона.io. Пока она загружается, тут мы будем с вами уже рассматривать потихоньку. Смотрите, есть меню PUS классическое. Это Chromebook. То есть, я для себя погружаюсь в Chromebook, по сути, тоже впервые. И тоже его изучаю. Некоторое время я уже с ним проработал. Вы видите, по количеству каких-то установленных приложений. Что на нем мы делать, мы сейчас с вами рассмотрим. Справа у нас есть панель по типу смартфоновой, планшетной, либо она в Инде точно такая же. Где вы можете управлять Wi-Fi, делать запись экрана, транслировать что-то. Кстати, совместим он с Google Chromecast технологий. То есть, вы можете без проблем транслировать. На TV-боксы с сертификацией, на телевизоры, которые поддерживают трансляцию. Вы можете подключать беспроводные мониторы. И, как я уже с Лисой спорил, вы можете подключать мониторы через Thunderbolt. То есть, на текущий момент, ну, это не Thunderbolt, скорее всего, я не знаю. То есть, какая технология, возможно, DisplayPort. Но, суть-то дела, мы сейчас пишем с HDMI. У нас запись идет через HDMI, по сути, и все работает. Все абсолютно работает. Это, кстати, у нас загрузился червячная зона. Здесь мы можем с вами управлять раскладками, можем менять громкость и менять яркость. Экран достаточно яркий для столь бюджетного решения. Есть у нас управление аккумулятором. И сразу же вылазят настройки. Тут у нас, видите, есть подключенные настройки. Тут у нас есть управление Wi-Fi. Мы можем зайти посмотреть. LANA G45 у нас отдельного, как такового, нет. В принципе, и проверять не надо. Ноутбук этот не для того вообще рассчитан. Также у нас есть раздел Bluetooth, подключенные устройства. А я вам, вот здесь вот самое интересное. У меня есть Google Pixel 8 Pro. И вот в сочетании с Chromebook вообще Android, он сразу подключается. И ты можешь обмениваться файлами. Ты можешь, ну вот у меня сейчас включена быстрая отправка, ее можно настроить. Ты можешь использовать Smart Lock, то есть разблокировать, когда смартфон рядом. Мгновенная точка доступа. Например, нет у вас подключения к сети. Он автоматически подключится к точке доступа на вашем, ну на моем пикселе. Доступ к функциям управления смартфона. Я вам объясню, что это такое. Это недавние вкладки в Chrome. Вы можете использовать вкладки, которые там. То есть вы не замечаете переход. Это вот как в Apple, в принципе, как в Apple экосистема, так же сделала уже и Google со своими Chromebook. Недавние фотографии, уведомления, сервисы. Кстати, сервисы можно транслировать приложение прямо с телефона. Вы можете это все дело настроить и делать трансляцию приложения с телефона. Вот, я сейчас выбрал трансляция приложений с телефона. Мы можем включить, выключить. Это уже у меня. Видите, приложение на смартфоне. То есть мы нажимаем на смартфон и видим, что у меня здесь Google Pixel 8 Pro. Есть недавние вкладки. Есть у нас недавние фотографии, недавние приложения, которые мы можем нажимать. Я нажал Viber и, пожалуйста, у нас сейчас работает Viber. То есть это полная трансляция приложений с вашего телефона. Очень удобная штука на самом-то деле. То есть мы берем, открываем. Открываем там, например, Автория. Да, я там в Автория был. Раз, открылась Автория. Смотрю, жене машины. То есть мне не нужно использовать свой смартфон на текущий момент, если он у вас завязан с Chromebook. Это будет касаться любого Android-устройства. То есть это полное управление смартфоном, при том, что он, чтобы вы понимали, у меня выключен и заблокирован. Вот он лежит. А я просто работаю со смартфоном в выключенном состоянии. То есть он заблокирован. Это класснейшая, идеальная вещь. Лиза, ты видела, как это работает? Это вообще топ. Да. То есть это вот как Xiaomi реализовали на своих Google Chrome, Google Cast. Вообще просто отлично. То есть ты нажимаешь, у тебя просто смартфон. Видишь? Ну и все. Я управляю этим всем. Ну все прикольно. Ладно. Все. Управление аккаунтами. Есть устройства различные, которые мы можем настраивать. В экране у нас есть с вами, смотрите, выбор ночного света. Это у нас подключение второго экрана. Вот таким вот образом выглядит. У меня сейчас идет дублирование. Можно просто-напросто расширить. Размер изображения и текста можно, в принципе, регулировать. Видите, мы можем сейчас раз и сделать вам чуть-чуть текст больше. И можем ориентацию менять. Это очень прикольно в случае с Android-приложением. Обои и стиль. А ну давайте. Настроечки обоев. Мне вот не нравится, например. Давайте включим. Сейчас посмотрим, что у нас тут есть. Вот мне нравится вот такая вот штука. Слайд-шоу. Красиво. Источник галереи по шкале Цельсия. Ой. Что-то я не то нажал. Вот. Обои и стиль. А давайте просто хотя бы поменяем. Земля и космос. Да слушай, тут вообще топово все. И выберем вот. Не, давайте Земля и космос. Ну, блин. Вот эту вот. И вот эту вот еще. Все. Вообще топ. Это вот предварительный. Красиво как, а. Вообще топ. Ладно. То есть вы поняли. Здесь есть прикольные варианты кастомизации. Все. Конфиденциальность и безопасность. У нас здесь синхронизация сервиса, блокировка экрана. И вот. Смотрите. В зависимости от различных вариантов хромбока, различных вариантов, вы можете, конечно же, использовать разные варианты входа. Если, я не знаю, существует, то напишите. Я вот, у меня первый такой опыт в обзорах хромбока. Существует ли вход по отпечатку? Существует ли вход там по вашему фейсу? Напишите, кто знает. Вот мне очень интересно. Насколько вы знаете это все действие. Есть варианты выставить доступ к камере, к микрофону. Ладно. Это хорошо. Здесь управление Google. Системные настройки. Управление хранилищем. Питание. Зарядное устройство 100%. Это понятное дело. И расписание, что мы делаем по питанию. 128 гигов у нас памяти. И поверьте, этого даже с головой. Этого просто-напросто с головой. Потому что я на самом-то деле использовал. Я вошел и в Google Drive, и в OneDrive, и Microsoft 365. Так. А вот теперь самое прикольное. У нас здесь есть еще. Смотрите. Восстановить сеанс при запуске. Это классная тема. Это когда вы выключили так вот резко все. Вот просто взяли, выключили свой хромбук. А потом вы его включаете. Он восстанавливает все приложения, как было. В принципе, это присуще сейчас уже, по-моему, всем устройствам. Но в данном случае он его уводит в гибернацию и не расходует батарею. То есть взяли, закрыли все и пошли. И, ну и PowerWash, это у нас полностью очищает все. Подробнее о Chrome OS. Вы можете здесь проверить наличие обновлений. У нас с вами 64-бит система. Можно проверить диагностика. Кстати, диагностика есть. Мы же никакие тут тесты с вами провести не можем. Кроме, например, какого-то теста сети. Зайти в Google Chrome. Давайте зайдем в Google Chrome. И введем какой-нибудь спид-тест там элементарный. Сейчас мы на Wi-Fi 5 ГГц. Посмотрим, что у нас получится. Ну, давай, давай. И тут очень неплохо. Даже вот так вот на вскидку мы выбрали с вами Wi-Fi 5 ГГц. 775 Мегабит. Это вообще отличный результат. Смотрите, как все плавно работает. То есть, если даже брать энергоэффективные какие-то вещи, в том плане, что слабый какой-то проц в понимании вашим для майкрософтовских продуктов, то для Google продуктов этот проц идеальный. И он энергоэффективен. Смотрите, у нас, сейчас я покажу вам такую штуку. У нас есть целый набор разных приложений. При том, что многие думают, что Chromebook это какое-то онлайн решение. Нет, ребят. Не онлайн решение. Вы можете здесь работать с оффлайн, допустим, приложениями, как и на смартфоне. Если рассмотреть, какие приложения у меня установлены, то здесь установлены у меня и мессенджеры, и нетфликсы, и лайтрумы для работы с фото. У меня есть Принтерест. У меня есть, смотрите, что у меня есть прикольное. Из такого, что панель управления Google TV, Adobe Express, Adobe Photoshop Express. Смотрите, Adobe Express. Это, кстати, я вам сейчас покажу классная штука. Именно для Chromebook вообще тема прикольная. Ну, у меня сейчас мы не можем найти фото. У меня здесь нет никаких фото. Давайте сейчас попробуем открыть любую фотографию. Лен, пришли мне какую-то фотку мою красивую, там, где я как бог просто-напросто. Нет у меня такой фотографии. Давайте я свою рожу сейчас открою. Сейчас сам пришлю себе. Так, фотку я, знаете, что сделаю? Я возьму из своего Google диска. Слушайте, вообще, экосистема Google, она настолько сейчас охренительная. Давайте Google диск. У меня там есть мои рожи, которые я использую. О, вот, кстати, фотография для превьюшки. Вот, открываю свое божественное лицо, конечно, и могу здесь уже работать там с какой-то коррекцией, накладывать какие-то фильтры, да, чтобы выглядеть еще лучше. Редактировать. Что за магическая палочка? Кто работал в Adobe Express? Можно удалить какие-то эффекты. О, а что это значит? За что я себя так? Это все неправильно. Да я сам в шоке. Смотри, какой красавчик вообще. Просто бомбей. Ребят, ну вы поняли. Короче, Adobe Photoshop это не мое. Рисует у меня все леса. Поэтому я косорукий бандит. Здесь я, а, кстати, знаете, что я здесь... Я обязательно это услышу, да? Ну или хотя бы там. Также у нас есть Microsoft Office 365. У меня есть подписка. Пожалуйста, полноценный Word. Вот у меня, видите, тут есть и договора, и различные заметки. И вот, пожалуйста, мы берем и просто-напросто работаем, как с простым документом на простом Word. Для работы вообще топ. Объясню, в чем фишка. С учетом того, что сейчас, допустим, в Украине есть тотальные какие-то блэкауты, и его автономность дикой, которую мы уже обсуждали, то такой ноутбук просто-напросто сейчас он идеален. Если вы не играете ни в какие-то тяжелые игры, то его автономность просто поражает. Вы взяли, загрузили. У вас есть офис полноценный с теми же самыми там Excel-овскими документами. Давайте открою какую-то табличку. Вы увидите, что это полноценный Excel. Пожалуйста, мы можем здесь работать с цифрами, мы можем работать с формулами, мы можем, я не знаю, делать все, что угодно. То есть это неплохой, энергоэффективный рабочий инструмент. Но не только рабочий инструмент. То, что здесь есть в Word, Excel, вы поняли, да, там какие-то моменты есть. Колеса пробовала работать в Canva, Canva имеет мобильный формат, и вот насчет, допустим, развлечений. И вот, пожалуйста, мне вынужден выключать, потому что он переводит DisplayPort, видите, видеоформат не поддерживается, и приходится переключать просто-напросто форматы. Но сам факт, что я сейчас смотрю в очень хорошем качестве, YouTube, пожалуйста, сейчас переключил, все это тоже отлично работает. Видите, все в отличном качестве. Кстати, оно, скорее всего, и Netflix не записало, поэтому Netflix мы должны будем сейчас тоже вам показать. Еще разок, чтобы не было там каких-то голословных заявлений, что у нас чего-то там не сработало. Вот, пожалуйста, Netflix, запускаем, и все у нас в Netflix работает. То есть мы можем здесь развлекаться, я смог сюда установить беспроблемно. Давай уже выключай. Видите, какая ситуация, и защита от копирования, поэтому не дает второй экран в режиме трансляции работать. Но, смотрите, у нас есть варианты установить сюда TikTok, не Google, это то, что я устанавливал. Ну, вот, допустим, тот же самый TikTok. Вы включаете, он работает либо в телефонном режиме, вы можете выбирать для каждого приложения, для каждого приложения Android, разные варианты. Давайте согласиться. Давайте сейчас выберу какие-то парочку моментов. Начать просмотр. Для приложения здесь? Это может быть? Да, да. Мы можем его включить в телефонном режиме, мы можем его включить в планшетном режиме. Сейчас оно переключит на планшетный режим. Вот, пожалуйста, оно работает. Я буду останавливать это все дело, чтобы оно нам не мешало. И мы можем сделать изменяемое. Что такое изменяемое? Изменяемое, это мы можем просто-напросто в вольном режиме менять размер приложения, если само приложение сможет, либо сделать его полноэкранным. Любое приложение Android, в данном случае на Chromebook, можно сделать в трех... Он сейчас пока переключается, его подгоняет. Его можно сделать в трех режимах. Специально не буду, опять же, показывать никакие видео, дабы какие-то правообладатели не начали меня морочить голову. Но сам факт того, что это работает. То есть на любое приложение, если оно в режиме Android, ну, имеется в виду из Play Market, можно изменять размер, как вам удобно. Ну, давайте вот сейчас, видите, у нас есть игровая панель. То есть то, что играть здесь можно. Мы можем зажать вот эту вот кнопочку Chromecast. Давайте нажмем EG. Вот включается игровая панель. Что здесь интересного? Сейчас объясню. Ну, масштаб изображения, пускай будет пока в планшетном, или сделаем полноэкранный, не знаю. Давайте, пускай запускается. Я согласен. Теперь самое интересное. Если игра поддерживает, если игра поддерживает, то вы можете использовать кнопки. Ну, вот как здесь у меня сейчас есть кнопочки, все нормально. Но вы можете зажать вот эту Chromecast G и настроить элементы управления именно touch. Например, сюда мы разместим джойстик, который будет работать в WSAD. Окей. А здесь мы добавим с вами еще один элемент, который будет у нас кнопкой. Например, пробелом. Назначим кнопочку пробельчик. Это будет ускорять. Нажимаем готово. Ну, у нас, само собой, слили пока на паузе было. Видите, у нас наэкранные кнопочки есть, они появились. Вот WSAD. Не, 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 нам не надо это дело. О! А теперь вот, видите, у нас срабатывают наэкранные кнопочки, как, именно как touch-панель. Вы можете здесь симулировать touch-панель и можете нажимать пробел, например, если вам нужно ускоряться. Ну, в данном случае я могу перейти на обыкновенные кнопочки. Все работает. То есть, по сути, по сути, вы можете играть в игрушки, которые у вас, там, которые вам нравятся, если они хоть как-то будут поддерживать. Видите, у нас сделать скриншот можно. Итак, вы можете играть во все, что угодно, но, опять же, я не уверен по поводу того, что это нужно делать на самых дешевых хромбуках. Я советую помощь не изначально брать. Самые дешевые хромбуки это работа с почтой, работа с интернетом и соцсетями, просмотр какого-то контента, работа с офисными приложениями, вот, пожалуйста, по типу Excel, Word и тому подобного. Но сейчас мы с вами смотрим, допустим, тот же самый опять YouTube. Что у нас тут еще есть такого прикольного, что я вам хотел показать? Ну, это моя почта, это такое, никому не интересно. У нас есть огромное количество еще разных приложений, но есть у нас еще от до Упэкспресса. Это вот для креаторов, для креаторов, если вы, допустим, работаете в дороге, работаете, допустим, на каких-то быстрых, знаете, на руках, скажем так, и эта работа у вас не связана, например, с YouTube, потому что для YouTube что-то помощнее надо, то мы можем здесь работать, смотрите, мы можем создавать посты для social media, stories, Facebook посты, карточки, приглашения, мы можем работать с видео, смотрите, можем кропать видео, конвертировать гифы, анимировать аудио и тому подобное. Здесь есть огромное количество, вот, кстати, YouTube видео, можем темплейты использовать и делать быстрое редактирование на лету. Ну вот когда, допустим, если брать серьезный монтаж, то берешь составляющую с хромакеем, например, вы сзади у меня видите какую-то подложку, хромакей и все остальное, это все делается уже в студийном варианте. Если что-то очень быстрое на темплейтах, вы сможете делать прямо вот на хромбуке. Но опять же, мой совет брать чуть-чуть помощнее. Вот этот вот ноутбук у нас хорош по звуку, кстати, по звуку вы уже поняли, да, он действительно приколен, у него достаточно нормальный экранчик, и я, в принципе, готов проходить и резюмировать данный хромбук. Достаточно интересное для меня решение. Ну что, ребят, 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 рекомендую в плане рабочей машинки. Рабочая машинка, на которой можно посмотреть какой-то фильм. Рабочая машинка, на которой можно долго работать. Рабочая машинка, которая дорого не будет стоить, в отличие от каких-то полноценных версий на винде, либо, я уже не говорю про маки там вообще, потому что вот это вот, это аналог мака. Это развивающаяся экосистема, которую вы видели, чего я делал со своим смартфоном, со своим гугл пикселем. Где мой гугл пиксель? Вот мой гугл пиксель. Красиво, красиво. Работает, работает, недорого, долгоиграюще. Рекомендуем. Ссылки в описании под видео. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.